В регионе продолжается реализация проекта «Комфортная городская среда» на первом плане качества выполненных работ. Прием к общественной муниципальной комиссии – обязательные условия проекта. В состав делегации должны входить жители, представители общественности и народные избранники. Мы хотим качественно изменить среду, поэтому нам нужны новые, прогрессивные, современные, очень красивые архитектурные решения. Причем они должны быть не только в городах, но и в наших малых населенных пунктах. И, например, в новой Малыкле, где, собственно, те решения, которые мы им рекомендовали, реализованы, мы сейчас видим результат, и он нас радует. Что и говорить, большинство ульяновских сел живописностью не блещут. Объекты, возводимые в рамках проекта, должны стать отправной точкой развития, архитектурной планкой, к которой должно стремиться все дальнейшее благоустройство. Та же новая Малыкла – яркий пример. Красиво, нравится, вообще приходите сюда? Очень удобно, все время здесь. Во-первых, и две калитки удобные, и проходишь магазины туда, и красиво, очень красиво. Всем даже нравится, кто по интернету Малыклой интересуется. Мнение жителей – основа для успешной работы программы. Народную любовь доказывает и такой сугубо научный факт. У места есть народное прозвище – Малыкла-Сити. Любой антрополог подтвердит, только чему-то поразившему воображение народ присваивает топоним. Впервые в 2018 году в Новом Малыклинском районе реализуется программа «Конфортная городская среда». И на народных обсуждениях было принято, что будет благоустраивать центральную площадь села. Также, кроме центральной площади, были отремонтированы тротуары, заменено уличное освещение, установлены детские игровые площадки. Село благодаря этой программе получило вторую жизнь. Кто-то говорит – Малыкла-Сити, кто-то – филиал Москвы. Ни жители, ни местная власть останавливаться на достигнутом не собираются. Современная благоустроенная площадь. Ну, многие жители говорят, что даже кусочек Москвы к нам переехал на время. Ну, будем содержать эту площадь и стремиться совершать дальше какие-то работы. Вот у нас в дальнейшем просится площадь флагов к мероприятиям благоустройства. Цели намечены. Надеемся на поддержку губернатора Ульяновской области и партии «Единая Россия». Комфортная городская среда поддерживается депутатами законодательного собрания. На прошлой неделе парламентарии поддержали очередной транш на благоустройство муниципальных образований – более 5 миллионов рублей. На сегодня завершены работы на общественных пространствах в девяти районах Ульяновской области. Благоустройство дворовых территорий в полном объеме выполнено в Барыше и Индзе. В остальных муниципалитетах работы находятся в финальной стадии. В основном ожидается поставка малых архитектурных форм – скамеек, фонарей, урн детских игровых комплексов и спортивного оборудования. Многие муниципалитеты нуждаются не столько в создании нового, сколько в придании современного облика уже существующему. В Старой Майне, например, отремонтировали площадь, но этим дело не ограничилось. Был разработан проект, дизайн-проект утвержден, и на реализацию этого проекта по благоустройству площади Ленина и прилегающей скверы было заложено 4 миллиона рублей. 1 миллион рублей – это бюджет муниципального образования Старомайенское городское поселение, 3 миллиона – из бюджета Ульяновской области. Площадь заасфальтировали, причем качественно. На асфальте во время дождя не образуются лужи. Зато установлено оборудование для катания на скейте, новые лавочки, галерея почета. Обновлен памятник земляку Владимиру Ульянову. В прилегающем сквере новые подиум, арки, урны, лавочки. Цель программы «Комфортная среда» не собственно благоустройство, а перестройка сознания граждан России, воспитание гражданской ответственности. Эта цель, по мнению руководителей проекта, достигается. Поэтому в 2019 году работы будут продолжены. Зимой появятся новые дизайн-проекты, доработаются старые, а весной Ульяновскую область ждут новые стройки. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Продолжение следует...